привет друзья с вами варчик взял три отметки на t30 это значит что пора про него поговорить что это за зверь такой начнем как всегда с брони в общем и целом танчик можно считать ватным без брони абсолютно бумажным картонным ничтожеством но фишка брони t30 в том что он весь необычных каких-то форм если посмотрим на нлд толщина у него 70 миллиметров с приведен к и 117 можно тут найти какую-то каемочку загадочную где-нибудь и когда-нибудь не пробить то же самое vld 102 миллиметра до когда ты такой не пробьешь но если ты стрельнешь куда-то там повыше в какие-то наклончики перекосики там приведен ки получается 300 100 чем-то там углы какие-то рикошет и если ромбовать на t30 внешняя щека местами имеет внушительные цифры приведен ки еще имеется пулеметик который якобы уязвимая зона но на самом деле из-за него иногда смешные непробития случаются поскольку если попасть край пулемета можно спокойно этот танк не пробить какой же шок у людей случается когда они пробиваются абсолютно ватный дырявый танк а все потому что формула танка кучерявые теперь посмотрим на броню борта он тоже не толстый но если сильно не перекручивать можно вполне себе потанковать никаких здесь дырявых мест в борту нет над гусеничная полка малюсенькая и тонкая и тоже не назвать также если посмотреть на броню в корме можно очень жестко обосраться поскольку здесь приведен к вообще сумасшедшая спокойно можно не пробить потому что будет рикошет казалось бы броня 51 миллиметр но наклон сумасшедший и это еще не все если в саму крышку корпуса стрелять тут всего лишь 38 миллиметров но если у вас калибр не огромный а вы стреляете допустим с какого-нибудь там крайслера или еще чего-нибудь то вы просто будете стрелять рикошетами 38 миллиметров афиг пробьешь и нужно вот чуть ли не сверху вниз стрелять это не везде будете пробивать потому что тут еще имеется небольшой наклон такой мало того что она выпуклая это жопа так еще и в принципе сама по себе рикошетная и единственное место где уверенно типа есть броня это вот лоб башни в маске у нас 280 миллиметров возле орудия края маски у нас по 500 по 1000 тут огромные цифры также у нас еще щеки по 270 по 280 миллиметров все это девятками пт-шками и десятками пробивается голдой пробивается но так или иначе броня во лбу башни есть а вот где ее нету так это в козырке над маской тут всего лишь 218 миллиметров сюда часто залетает прям над маской просто нет приведенки такой вот обрубок какой-то и сама крыша пробивается всеми у кого нормальный калибр потому что тут снова 38 миллиметров и даже если какой-нибудь деструктор будет стрелять с пробитием небольшим бэвэшкой то он просто по правил трех калибров будет пробивать крышу а она у нас выпуклая ее всегда видно как ни крути и всегда туда залетает с уроном просто стреляешь в крышу и пробиваешь это просто какая-то шишка которая впитывает урон плюс сам лючок у нас очень бронированный но макушка лючка 50 90 миллиметров по сути этот танк пробивается легко но броня не сказал бы что она простая особо с ней заморачиваться не стоит суть танка совсем в другом но сказать что у него вообще нет бронит не могу итак давайте сразу разберемся какое оборудование ставить на этот танк с чем я играл и что рекомендую вам я играл с досылателем вентиляции и улучшенным прицелом также на своих экранах вы можете увидеть полевую модернизацию с которой я играл взял я три отметки не используя голду играл без допайка просто играл на бэбэшках средуха была 3700 танк мне очень сильно зашел понравился на нем играть легко прикольно поскольку он очень хорошо подходит под нынешний геймплей world of tanks и мне сейчас вполне хватает скилла чтобы реализовать такой танк где нужно просто вовремя в нужной позиции в нужную сторону плюнуть свою большую альфу и отправиться отдыхать на время перезарядки геймплей максимально простой от альфы самый простой геймплей который есть в этой игре на коридорных картошкиных картах играть в такое легче всего нужно просто запомнить стандартные какие-то разъезды стандартные позиции откуда и куда зацеливать чтобы вначале набивать бесплатный урон и потом уже по ситуации в бою перемещаться туда где можно еще подловить врагов чтобы накидывать им свою альфу когда они отвлечены когда они на перезарядке когда они подставляются под нас в общем такой геймплей крыса стайл какие-то там танкования жесткая игра на первой линии как тяжелый танк ничего такого я не использовал аккуратный геймплей неким перед конечно в кустах там сетка рога аккуратный активный геймплей грубо говоря 2 линия не 3 4 там 20 сетка рога на красной линии очень близко к событиям но безопасно параметры у этого танка очень подходят под нынешний стиль игры давайте же познакомимся с параметрами экспериментального тяжелого танка американского 9 уровня который в игре у нас является пт сау во первых раньше мне этот танк не заходил потому что без оборудования 20 пушка была сверх кривой и там хоть сводись вот не сводись но его в пень также при отсутствии скилла если его немного то реализовать этот танк будет довольно таки сложно поскольку брони в танке мало если враги нас будут обильно поливать снарядами хп закончится очень быстро и мы отправимся в ангар при этом у танка очень медленно поворачивается башня 18 градусов в секунду да и в принципе маневренность всего танка хромает что накладывает на нас ограничения нужно заранее куда-то поворачиваться доворачиваться чтобы зацеливать давать альфу если забой допустить хотя бы одну ошибку легко на получаешь полный рот снарядов также у танка дпм 2145 без оборудования без перков просто на чистом танке в принципе это неплохо с пробитием 276 б башкой основным снарядом альфой 750 10 градусов у вены плюс у нас башня полностью вращается для пт это иногда роскошь в совокупности играть очень легко но вот как будут чувствовать себя слабые игроки на этом танке скорее всего не очень броня ошибок прощать не будет но комфорт в стрельбе есть за счет того что точность можно разогнать до очень хорошей поскольку начальная точность у танка 0.39 а такую точность с улучшенным прицелом вентиляции можно разогнать очень хорошо но вот сведения 2 и 9 это конечно жесть но в ближнем бою этого сведения хватает за глаза поскольку мы им просто перестаем пользоваться и стреляем как есть а вот вдаль нужно конечно пользоваться первой скоростью стараться сводиться как можно дольше поскольку вдаль свертух не постреляешь но самое главное это не стрельба в этом танке а правильное передвижение по карте чтобы мы были в нужном месте в нужное время и смотрели в нужную сторону поскольку башня ворочаться медленно с таким пробитием наводимся врагам там практически в силуэт для большинства врагов этого будет достаточно влд нлд борта все пробивается легко но есть конечно танки которым надо выцеливать прям пиксель а сведение нам в этом явно не поможет для этого нужно создать условия чтобы мы успевали сводиться в нужное время в нужном месте выезжать давать альфу при наличии хорошего скилла это делается все крайне легко и очень сильно меня порадовало то насколько часто этот танк критует врагам да практически все когда я за 4 боя поджег пять раз врагов я немножко офигел когда забой поджигаешь два-три раза вражескую жопу это конечно просто жесть это прям невероятно я не помню чтобы я хоть на каком-то танке так часто поджигал врагов до очень часто приходится стрелять с вертухи чтобы успеть стрельнуть хоть как-нибудь поскольку пока развернешься довернешь там башню а враги быстро проезжают в небольшом простреле лучше уже стрельнуть как-нибудь чем не стрельнуть никак и большинство таких выстрелов заканчивались тем что я стрелял с поджогом поскольку чаще всего враги боком проезжали не все конечно выстрелы такие бывают с уроном когда стреляешь с вертухи но здесь самое главное чтобы после выстрела вы были в безопасность а залетела там с уроном или нет это уже дело случая мне танк показался крайне простым набить на нем три отметки вообще легко да и геймплей под нынешний рандом подходит полностью смысл играть на нем на голде с пробитием 320 под калибером я вообще не увидел зачем мне это пробитие непонятное все спокойно пробивается бэбэшками с пробитием 276 я играл даже без допайка точности сведения дпм а всего хватало до пушку не назвать там снайперской или сверх комфортной из-за стабилизации и долгого сведения даже наверное скорее в основном из-за долгого сведения но когда сведешься попасть крайне легко а в ближнем бою можно даже не сводиться самое главное свою мягкую тушку держать в безопасности внимательно следить за происходящим в бою и наказывать врагов все проще некуда по сути в общем танк одобряю очень сильно он мне понравился своей простотой и играбельностью с вами был варчик играть красиво всем пока и 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 yeah и